Домохозяйки не работают, они сидят дома и тратят деньги мужей, при этом умудряются уставать и жаловаться работающим мужчинам на свою тяжелую долю. Мало им того, что они целый день предоставлены себе, так и еще и требуют помощи у своих благоверных в их законные выходные дни. Так рассуждал герой этой истории по имени Кубасима. Каждое утро он спешил в офис, где его ждала рутинная и не очень любимая работа. Он от всего сердца завидовал жене, которой не нужно было фальшиво улыбаться коллегам и выслушивать претензии начальника. Вечером он приходил домой и жаждал общения с любимой супругой, но она всегда была слишком усталой и измотанной даже для обычных разговоров. Кубасима недоумевал. Неужели так трудно закинуть белье в стиральную машину и приготовить рис? Как можно устать от дел, которое занимает полчаса времени максимум? Мужчина заподозрил, что дело не в домашней работе и решил проверить, чем занята его супруга. Ревнивец не пожалел денег и купил несколько камер, которые очень хитро спрятал в квартире. Теперь перед его глазами были все комнаты и он мог проследить за каждым шагом жены. С замиранием сердца он устроился в машине и включил ноутбук. Перед ним открылась тайная жизнь его возлюбленной. Этот день мужчина запомнит на всю свою жизнь. Час за часом он проживал вместе с женой и понял, куда уходят силы его благоверной. За 10 часов она ни разу не присела, хотя сам Кубасима за это время успел бы 4 раза поесть на работе и несколько раз выпить кофе. Девушка весь день убирает, готовит, стирает, ходит гулять с ребенком, покупает продукты, штопает, успевает поработать в саду, поиграть с малышом, погладить белье, пока он спит. Когда ребенок просыпается, она пристраивает его на спину и продолжает заниматься домашним хозяйством. Господин Кубасима даже не догадывался, что у женщин так много дел. Ему стало стыдно за некоторые слова, он в горячке выкрикивал жене в лицо. Представив себя на месте жены, он понял, что не смог бы даже неделю прожить в таком ритме. Купив большой букет цветов, он с опущенной головой зашел в дом и попросил прощения за свое поведение. С этого момента он стал активно помогать супруге и брать на себя часть домашних хлопот. Девушка сразу расцвела и больше не жалуется на сильную усталость. Теперь у нее хватает сил на приятный вечер в компании супруга и любимого сына. В заключении хочется добавить, домашний труд женщин оценивается в 10 триллионов долларов, что составляет 13% мирового ВВП. При этом во всем мире оплачиваемым трудом занимается на 700 миллионов больше мужчин, чем женщин. В развитых странах насчитывается 3 миллиона 600 тысяч домашних работников и 80% из них – женщины. Как же хорошо, что хоть один мужчина узнал правду о том, насколько это сложная работа. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик и также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.